Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 8 мая, прошу прощения, июня 2023 года, четверг. Местное время 18 часов 14 минут, Киевское и Московское 19 часов 14 минут. Сейчас я начинаю чтение нового произведения из моей библиотеки. Речь идет о работе профессора Башкирского медицинского института в Уфе А.И. Картамышева «Лечение кожных болезней внушением» Издание Башкирского республиканского кожно-венерического диспансера. Уфа, 1947 год, тираж 300 экземпляров. 300! Но я думал, что это действительно супер библиографическая редкость. Оказывается, что в 1936 году, еще будучи заведующим кафедрой Чуть не сказал акушерства, значит, кожно-венерологической кафедрой болезней В Ташкентском университете Профессор Картамышев уже выпустил книгу под названием «Гипностическое лечение кожных болезней». Ну и в 1954 году, по-моему, было и третье издание. Каким тиражом, я не знаю, но у меня, по крайней мере, оригинальные 300 экземпляров и во время войны. То есть вот этого рисунка, обложечки я таки не нашел в интернете. Там более такие респектабельные, респектабельного вида, с хорошим, более хорошим дизайном, чем это. Ну и ничего, ладно. Начинает читать от редактора. «Страна советов», видите, опять идеология, 42-й год, дает широчайшие возможности для развития науки, расцвета свободного творчества. Ну да, свободное творчество. Развитие смелого эксперимента, еще те были смелые эксперименты. Постановки новых, неисследованных, еще научных проблем. Все шло, и эксперименты, и свобода творчества, и так далее. Все шло по указке сверху, или с разрешения сверху. Редактированный нами труд профессора Картамышева «Лечение кожных болезней внушением» является одним из ярких доказательств тех широких возможностей, которые ставит наша социалистическая родина, которая, значит, погибла в Бозе, или как это, сгинула в Бозе в 1991 году перед советской медициной. Кстати, одним из ярких доказательств. Видимо, редакция этого, скажем так, башкирского кожно-минерологического диспансера не знала о том, что уже в 1936 году была книга подобная и издана. Ну, естественно, видимо, за восемь лет, не за восемь, за шесть лет кое-что добавил профессору, ну, а в 1954-м еще, наверное, расширил немного. Книга «Лечение кожных болезней внушением» является продолжением работы «Гипноз в дерматологии». Ну, правильно, вот, значит, все-таки я ошибся, они знали. «Гипноз в дерматологии» – это в 1936 году, вот, значит, является продолжением работы, расширенным, скажем так, расширением, дополнением работы «Гипноз в дерматологии», изданным в 1936 году, что говорит об энергии автора и его энтузиазме в деле борьбы за глубокое научное освещение одного из оригинальных и дискуссионных методов лечения кожных заболеваний. Книга дает ценную сводку литературных данных по данному вопросу, что дает систематическое ознакомление с историей и практиковой опроса по источникам иностранной и советской литературы. Литературные данные преломляются в свете богатого личного опыта автора, дополненного работой его ассистентов и расширенного по сравнению с первой книгой значительно большим количеством опытного клинического материала, как автора, так и других уже отечественных поборников гипнотерапии. Материал профессора Картамышева подан в интересном, увлекательной форме, отразившей увлечения автора гипнотерапией, заражающей читателя и вызывающей стремление к расширению и углублению научных интересов в области гипноза. Мы считаем вполне своевременным появление в свет этой книги и думаем, что она принесет несомненную пользу тем, на кого она рассчитана автором, то есть врачам, студентам и больным. Ну и опять повторяю, 300 экземпляров. Первый раз сталкиваюсь с таким мизерным, ничтожным тиражом. Итак, вступление. Шесть лет назад вышла в свет наша книга «Гипноз в дерматологии». В то время мы пытались впервые подвести итог распыленной мировой дерматопсихотерапевтической литературе и суммировать свой восьмилетний опыт лечения ряда кожных заболеваний внушением гипнозе. В зарубежной литературе, кроме монографии «Фэссак», «Псюхэунтхау», то есть «Душа и кожа», напечатанной еще в 1933 году в руководстве по кожным и венерическим болезням «Яда сонна» за это время, насколько нам известно, больших работ не появлялось. Тем отраднее было видеть, что наши отечественные специалисты посвятили этому вопросу немало трудов. Харьковская школа профессора К. И. Платонова в лице самого руководителя и его учеников, особенно Н.Г. Безюк, сделала в этом направлении очень много. Разработка вопроса не только с точки зрения лечения дерматозов внушением в гипнотическом состоянии, но и путем косвенного внушения, позволила Н.Г. Безюк еще доступнее сделать применение указанного метода терапии лечащему врачу. Замечательный интерес в этом направлении приобретает труд профессора И. И. Потоцкого роль нервной системы при воспалительных процессах кожи. Постановка нашего доклада о влиянии психики на возникновение аллергических реакций кожи в 1937 году на Четвертом Всесоюзном съезде дерматологов и прения, развернувшиеся по указанному вопросу, показали с несомненностью, что данному разделу дерматологи в настоящее время начинает уделять значительное внимание и, наконец, продвижение ряда работ, посвященных психотерапии кожных болезней в общем медицинских журналах и вестники венерологии и дерматологии, дает уверенность в том, что защищаемый нами вопрос находит все больше и больше сторонников его применения. Мы считаем, что данные, имеющиеся в литературе, совершенно не исчерпывают всех возможностей, которые предоставляет дерматологу психотерапия при лечении больных. Здесь еще много впереди новых перспектив. Однако самое трудное позади. Учет важности психического воздействия на пациента все шире внедряется в практику дерматолога. Отсюда и наше стремление суммировать весь накопившийся литературный материал, присоединить сюда и наш опыт и, подведя итоги, высказать свои соображения по этому вопросу. Это приобретает особенное значение сейчас, в эпоху Второй Отечественной войны. Первое было в 12-м 1800, когда колоссальные эмоциональные нагрузки населению несомненно будут способствовать возникновению ряда психических заболеваний кожи, особенно трудно подающихся обычным методам лечения. Здесь психотерапия сможет оказать значительную помощь и больному, и лечащему его врачу. Убеженность в ценности защищаемых нами вопросов и позволяет нам предложить читателям этот скромный труд. Автор. Сейчас я вот посмотрю, насколько велика первая глава. Да, довольно обширная, поэтому навряд ли я сегодня зачитаю вам. Ну вот так, она называется «Связь кожи с организмом». Ну интересно, но это будет зачитано в следующий раз. Вот такая вот книжонка. Это оригинальная вот, видите, оригинальный переплет. Вот показываю издание, да. Уфа, 42-й год. 300 экземпляров. Вот такая книжица. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю ощущение этой вступительных, значит, вступления автора и предисловия автора, и от редактора. Вот, а редактором послужил башкирский республиканский кожно-бенеалогический диспансер. Видимо, сам редактор и сам был картамышев, поскольку он был завкафедрой в Уфе, вот, в 42-м году, так что думаю, что это в одном лице и автор, и редактор. Итак, я прощаюсь с вами. Как всегда, как обычно, сердечно благодарю всех потенциальных слушателей и зрителей этого ролика за проявленный ими интерес к чению. И прощаюсь с вами. До следующих чений. Спасибо и до свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!